Эрик Винер 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 сан-галин всегда участвуем его работе входим эту группу в общем такие же подходы 2 миллиметра для дуктальный карцином ин-ситу и тоже почти 15 процентов реэксцезий а вот рекомендации османы в принципе они совпадают с рекомендациями и американскими сан-галиновскими но они только подчеркнуть что рецидив значительно и частота реэксцезий выше при именно карцином ин-ситу значительное отличие в англии соединенном королевстве в ирландии там для всех типов рака 1 миллиметр и как бы стандарт и вот результат до 40 процентов реэксцезий и тоже англии есть такой вот так называемый м детей стандарт то есть так называемой те дисциплины ли тем стандарт между стандарт который вырабатывается командой включающие хирурга патолога патоморфолога и гемиотерапевта вот они каждый случай индивидуально обсуждает просматривает аммограммы ультразвук и все-таки у них они четко не определяют а говорят для каждого вот здесь можно там два миллиметра один миллиметр до 41 процента реэксцезий а надо сказать что в 60 процентов случаев наличие инвазивного рака в препаратах реэксцезий значит какова опасность и угроза рецидива так вот с этого начинаем что вот 65 процентов если мы повторяем это иссечение расширяем операцию возможно обнаружить инвазивный клет который является потом причиной рецидива местного лица заболевания так вот среди этих причин основная причина это недооценка размера опухоли существующими методами лучевой диагностики и маммография не обычный ультразвук не мрт не могут четко и точно указать при клиническом исследовании что вот края опухоли они вот ограничиться вот этим размером там пусть в два сантиметра на самом деле края опухоли могут быть выходить и не определяться лучевыми методами за пределами вот это что приводит вот к ошибочной так сказать трактовки истинных размеров опухоли а сказать что вот новое направление которое в том числе в нашем институте развиваются вот так называемое не узи не ультразвуковое исследование а кузи значит это контрастное ультразвуковое исследование которое позволяет с использованием видение контраста более точно оценить истинный размер и вообще заболевания но если другие подходы вот например реакцизи уже во время самой операции интероперационной исследование замороженных секций вот как бы сокращает риск вот рексизи но относительно как бы редкое применение методики объясняется очень высокой стоимости процедура как впрочем вот этот седьмой пункт много таких модных названий маргинга проб значит и вот этот intelligent knife а их на это есть вот эти вот как бы подхода они оцениваются сейчас но ограничивает их стоимость самого исследования которое как бы значительно перевешивают саму процедуру реакцизи ну что-то в общем мы как бы ожидаем какой-то прогресс вот а участники нас к обычной дискуссии касающиеся местного лечения хирургии в том числе с действий на подмышечной акселярной зоне но среди них центр это терри маму нас теперешний руководитель и нас обе пи то что всю жизнь руководил фишер сейчас на себя взял тоже хирург маму нос и вот он же своей работе и том числе нас к этому году и в публикации зона клиникал онколог он показывает какова частота местно региональных рецидивов то есть молочной железе или в лимфоузлах при различных по типу заболевания ну мы видим и как можно было ожидать что при иллюминальным по данным различных авторов местные региональный рецидив относительно не часто особенно если проводилась лучевая терапия но при более длительном наблюдении до 10 лет а он приводит как раз работы в том числе выполнены действия назад все-таки у 7 процентов возникает место оригинальный рецидив даже при такой благоприятной форме опухоли здесь обсуждается только пациенты подвергающиеся сохранным операциям плюс-минус лучевая терапия так вот при вот именно агрессивных опухолях экспрессирующих два или трижды негативным как мы видим на слайдах резко возрастает частота местно региональных рецидивов но надо правда упомянуть особенно вот последнем работе что эти пациенты в то время не получали тростозумаб то есть препарат который наиболее эффективен при экспрессе хиротбани может быть это объясняет столь высокую частоту рецидивов а более как бы современный подход но более дорогой это оценка геномной классификации и предсказующая сила вот скажем генных изменений скажем он катает dx это наиболее популярная система оценки или предсказание чувствительности химиотерапии и прогнозы заболевания но здесь правда использована эта шкала который сейчас уже не применяется от 017 низкий риск на час это скала 011 дальше 11 25 и выше но неважно это как бы данные которые приводят моего нас вот в этом году а используют данные свои же 2010 году так он показывает что при высоком риске местный рецидив по онкотайп у 15 16 процентов центов если ориентироваться на мама print здесь при высоком риске тоже 12 процентов рецидивов вот но более-менее точно и так сказать то пам 50 50 генов здесь риск это примерно у 6 процентов пациентов вот но поэтому по массе анализирует эти работы которых я говорю он приходит к выводу что с настоящее время нет коммерчески оцененных геномных классификаторов которые бы определяли под группу пациентов не нуждающийся лучевой терапии после орган сохраняющих операций это как бы противоречит выводу вот оксана петровна что там какую-то группу можно не облучает ничего подобного все пациенты принципе нуждаются после сохранных операций в лучевой терапии ну и конечно вот эти слайды мы говорим сангален у сангален был последний раз девятнадцатом прошлом году и сейчас ожидаем двадцать первом году сейчас рассылаются материалы но у них более такая определенная позиция например если выявлены метастазы в сигнальных лимфозах в одном-двух и вы выполняется акселярная диссекция но там где-то у одного процента возникает региональный медицин если они вы не выполняется а выполняется проводится лучевая тари после биопсии сигнальных то меньше бы 2 но сейчас отличие минимально поэтому большинство экспертов сам нет необходимости полных сериана диссекция когда рекомендует нссн здесь можно ограничиться вот такой вот не удалением только двух лимфоузлов с последующей лучевой терапии и более того эксперт и именно сангален говорят а можно ли вообще отказаться от биопсии сигнальных лимфоузлов если опухоль категории т1 люминальные а пациентов 70 лет и старше вообще не проводить никаких вмешательств 65 процента поддерживают эксперт а если у них еще сопутствующая патология так и 83 процента то есть вообще отказаться от этой процедура ну мы вот например на своем отделении в принципе четко или в основном поддерживаемся вот этим рекомендации ангален и вот то что мы там для нашего ром общество пишем рекомендации в основном основанная на рекомендациях сангалена а вот конечно когда речь идет неодевантной терапии и здесь конечно совершенно другая и более сложная ситуация если вы начали неодевантную химиотерапию пациентов без определяемых метастазов лимфоузлов нам ничего не меняется те же подходы а вот если исходно есть одиночное поражение лимфоузлов n1 и они в результате химиотерапии превратились в ноль то есть исчезли вот эти определяем метастазы то вот сангален 91 процентов считает возможным проведение без сигнальных лимфозов но в только при таком условии что во-первых маркируется вот этот лимфоузел который bfc уже подтвержден что там есть метастаз и он маркируется обозначается специальной меткой радиоактивный йод там и другие могут быть и очень важно что когда выполняется процедура и удаляется лимфоузлы именно вот этот узел с этой меткой среди двух остальных лимфоузлов не содержит метастазов и тогда значит x считает что здесь риск ложно негативных заключений 14 процентов падает до 2 4 процентов нас к что мы своем институте у нас на отделении мы выполняем большую работу вот именно вот такой процедуры но по-прежнему даже если мы не находим в этих лимфоузлах метастазов пока выполняется полная оксидальная диссекция чтобы убедиться что этот процедура безопасна для пациентов настолько большая работа ведется ну а теперь я должен перейти как бы главному это вот системное лечение ну вот это слайд показывала марина борисовна ноут здесь как бы вот это слайд в принципе повторяет такой же слайд который есть материалах эсма европейское общество медицинской онкологии и астхангалина то есть принцип статификация риска пациентов при определении направления 9 терапия разделение их на высокий и низкий риск значит высокий оскалации терапии низкий де эскалация и здесь вот ориентируясь на эту классификацию вас вот им только пару работ исследований значит там где нужна эскалации или пытаются доказать что она нужна и наоборот где надо ослабить уменьшить вот это напряженность лечения сторону и так на де эскалации вот начнем самых агрессивных опухоли где конечно всегда рассматривается и до сих пор эскалации потому что хотя результаты значительно стали лучше но они еще не удовлетворяет и нужно как-то усиливать терапию может быть потом последующим за счет иммунотерапии но мы сегодня этого не будем касаться тем более завтра будет специально так сказать все 7 но стандарты это химитер эпитоксана антрациклина плюс просто зума вот справа внизу несколько исследований которые проводят не стандартно в течение одного года а там 6 3 месяца и результаты не намного вроде бы даже и хуже чем если годичные или двухгодичные терапии а слева исследование которое значит предлагается посмотреть нельзя ли где-то ослабить лечение ночи не так проводить интенсивно вот и здесь конечно нас привлекает исследование кайтлин так извините конечно так следует кайтлин речь идет о том что эти пациенты вначале получают по рандомизации одно и то же лечение антрациклин и циклопосомит это оба стандарт в одной из группа пациента получают препараты тдм-1 вот который мы называем катсила плюс перту зума а в другой вместо этой группы вместо значит тдм-1 токсаны плюс трасса зума то есть цель исследования улучшить эффективность и снизить его токсичность заместив вот эти токсаны это суза на тдм-1 на конце ну и посмотрим что ска получилось получилось что без рецидивное заболевание инвазинного рака оказалось в общем то одинаково и в группе токсаны плюс тазу бабка стандартном лечении и в группе тдм вот она значит применение вместе спирту зума бы по этим исследованиям не улучшила без рецидивной выживаемости вот ну конечно там оценивается качество жизни вот она как бы там несколько лучше в группе с консилой но все-таки прекращение лечения наступило у 27 процентов получавших тдм-1 против 4 процентов стандартное лечение ну и там перечень осложнений во второй группе связано конечно с токсанами но эти осложнения знаем вот а теперь перейдем не делая пока всех выводов к эскалации лечения вот исследование метрономное использование капицитабина мы хорошо теперь знаем капицитабин ксилоду которая применяется в после 9 терапии сегодня сергей сергеевич приводил данные об этом препарате вот о том что она улучшает выживаемость и так дальше и прочее а здесь пациент применяет это лечение метрономное после завершения стандартного лечения включающие антрациклин и токсаны иногда карбоплотин это вот то исследование которыми говорил сергей сергеевич и исследование японская мацула это тобой следует выполнено в японии а это исследование выработал в китае почему об этом говорю потому что почему то есть такое предположение что вот эти препараты типа капицитабина тор перимедина они как-то вот по особым переносятся из разной ферментной функции печени допустим у лиц китайского или там китайского крыс хотели вот дизайн это исследование значит капицитабин в течение года метрономно низкими дозами в течение года и сравнение с группой наблюдения обе группы уже получили стандартная химиотерапию но группа конечно высокого риска что оказалось все таки его даже вот такое добавление относить невысоких доз капицитабина улучшала без рецидивной выживаемость чего-то сказать пока нельзя сказать об общей выживаемости нет достоверных отличий общей выживаемости но по крайней мере без рецидивно выживать лучше среди вот получавших низкие дозы капицитабина дополнительные код стандартной терапии но это конечно очень важно для пациентов высокого риска и таскать может быть рассматриваться перспективе вот в контексте других исследований капицитабина мы знаем вот то что я говорил креет это и по японской следы массу там явно и очевидно улучшение у пациентов которые ранее получили неодиеванты и тяжелую химиотерапию и в пост а неодиеванты терапию препарата капицитабин явно лучше вот сергей сергеевич к раз приводил данные наши института мы как попал как бы она она подтверждает но разное число пациентов в одном случае там 700 пациентов в другом случае 70 вот а если сравнивать с другим исследованиям например яйкам так там вообще никаких результатов в общем никакого улучшения от капицитабина нет поэтому вот это по сути дела только два исследования которые говорят о том что вот при трижды негативных именно опухолях потому что в креет исследование одна треть больных было не трижды негативно к экспрессе было экспресс рецептов эстрогенов а здесь чисто трижды негативно так вот при этом на счет до капицитабин эффективно вот сейчас другая деэскалация которая касается исследования него 9 химиотерапии применением антрациклинов которые не не так просто переносятся и без применения вот train 2 это это в основном исследование голландской вот train 2 было два два цель лечения от с одной стороны здесь применялся пакетоксел тростозомаб карбоплотин пертозомаб это два позитивные заболевания и первые три курса была такой же терапия а во второй группе первые три курса менялась на схему эффекта и содержащие пирубицина антрациклины а дальше продолжение точно такое же те же препараты ну и что оказалось в принципе достижение в него диванте полных регрессов было одинаково и содержащие антрациклины не содержащие ну отличие там в один процент ну больше того и без рецидивная выживаемость тоже блока одинаковая поэтому как бы и сделан был вывод о том что вообще антрациклины вот надо вывы как будто как-то оценить потом и не целесообразность их применения боди ванте при хердопозитивных заболеваний вот еще одно значит исследование уже гормонозависимого заболевания диэскалации исследование миндак это большое исследование альтернает дак исследовать то исследование голландское в основном там почти 7000 пациентов чем там было такое деление с использованием одеванта онлайн определялся клинический риск а с помощью их вот этой системы миндак и мама print 70 генная сигнатура величина риска по помощи генной генных сигнатур и значит с одной стороны брауза дискарданта случае до низкий риск клинический высокий риск геномный генный и наоборот высокий риск клинический и низкий риск по генным заключения конечно когда тот и другой договор высокий риск там как бы вопрос не обсуждается вот здесь было значит а большинство пациентов были гормонозависимый 8 процентов необходимость предварительной химиотерапии интересовало больше всего там где дискардантное заключение допустим высокий клинический риск и низкий риск по геномным структурам что получилось ну получилось что некоторое отличие в пользу дополнительное применение химиотерапии появились только через восемь лет после уже вот этого лечения и притом абсолютное отличие она достигала всего там 2,6 процента восьмилетний в пользу дополнительной химиотерапии если оценить по скажем возрастным группам то это касалось женщин моложе 50 лет где вполне возможно чтобы вот этот дополнительный лечебный эффект химиотерапии за счет подавления функции яичников как бы поскольку пациент это гормонозависимый опухоль в основном возможно пять процентов но все-таки да как бы имеет значение а подавляющее большинство пациентов в постменопаузе вообще ничего не выиграли от дополнительной химиотерапии вот как бы продолжение темы гормонозависимых опухоли альтерната это из огромное исследование большое число авторов вот тут эрик виннер а главный как бы руководитель на последнем месте мэтью эллис фактически он эту систему придумал спланировал это исследование альянс 106 и его критерий так сказать оценки риска или предсказание чувствительности к неодеванты эндокрин терапии это вознейшая проблема которая должным образом вообще нигде не решается вот мы одни из немногих в россии которые проводят неодевантную эндокрин терапии сегодня сергей сергей немножко докладывал там эти результаты так вот значит он делал такой тест пеппи который учитывать и размеры опухоли рецепторы и самое главное ки-67 пролиферацию опухоли и если объединить вот этот критерий мбп плюс полный регресс к ней после 6 месяцев терапии значит этот тест называется эндокрин sensitive disease rate и sd а вот это такой показатель что будет если вот мы определим и каковы таска перспективы и не сравнивалось три варианта неодевантной терапии включающий ингибитор ароматаза настрозол чистый антистрагм фольверстрант и комбинация этих препаратов с оценкой конечно всех этих тестов включая значит пролиферацию по ки-67 если там пеппи 0 то есть это абсолютно благоприятный прогноз никакой там не рассматривается начни матра пиадиванда химиотерапии если там выше чем 0 то рандомизация между сначала химиотерапия потом подключение гормон терапии но на и и химиотерапии все на усмотрение врачей ну что оказалось показалось что вот м пеппи 0 то есть благодаря прогноз это примерно от 17 20 процентов безотносительно вида лечения анастрозол ингибитор или это флористант или оба препарата если это вот это вот критерии sdr очень близкие цифры почти повторяют и в общем отличие достоверных нет вот что и показано на 15 если исходно было очень низкий риск заболевания меньше там 10 процентов и под пациенты получали него 9 терапии ингибиторами фольверстрантом вот то почти ничего не менялось вот он был низкий так он особенно высоко и не повышался низкая пролиферация а вот если исходно был ки 67 выше 10 то есть как бы по их критериям это более высокая пролиферация то у двух третьих пациентов происходило благодаря гормон терапии снижение вот этой активности ки 67 то есть пролиферации допустим 60 75 процентов до 16 вот по 1 3 что говорит о том что вот пациенты как бы с низким риском по генным структурам но высоким клиническим риском в принципе как бы ничего не выигрывает от предварительной химиотерапии до гормон терапии при том пременно паузальные пациенты кажем имеют выигрыш там до 5 процентов но вполне возможно не за счет там дополнительной химиотерапии а именно за счет воздействия химиопрепаратов на авариальные функции есть дополнительный гормональный эффект вот выводы по значит эскалации деэскалации но вывод понятен что включение в схему одевант на терапии т.д. вместо такса таксанов и тростозумаба в общем не улучшает это лечение и надо оставаться на том стандарте который был и раньше потому что эффект не усиливается и здесь никакой то сказать эскалации в этом меня если оценивать вот капецитабин в таких метрономных режимах то с низких дозах то она он да действительно повышает у пациентов высокого риска трижды негативного рака но нужно рассмотреть в будущем дополнительно использование дивантов капецитабина в низких дозах только у пациентов высокого риска стрижды негативным опухоли которые не получали этот препарат в неодевантных режимах ну и вот вывод по исследованию трек это касалось антрациклинов что значит она использование антрациклинов ничего как бы особенно не меняет вот и высокий блестящий результат не зависит от того что применялся они или нет и и следует исследовать надо ли их применять дополнительно в системной терапии вот или вообще элиминировать при хердопозитивном заболевании такой вот так ну в общем я там в основном как бы завершил и уложился по времени спасибо большое всем за внимание